Обработка дистрибутива прошла успешно. Здесь видим небольшой отчет проделанной работы. Еще добавим в нашу сборку курсоры, звуки и фонного изображения. Нажимаем «Далее» и нажмем кнопку «Обзор». Кроется папка с нашей сборкой. Далее зайдем в директорию «OEM», папку «2$», курсоры находятся в папке «Cursors», создадим ее. Звуки – папка «Media». И фоновое изображение находится по пути веб «Hallpaper». Создадим этот путь. Теперь давайте скопируем файлы по этим папкам. Зайдем в папку «Style». «Звуки». Папку «Media». Папку «Media». Курсоры. Папку «Cursors». Папку «Cursors». И фоновое изображение. Папку «Web.Wallpaper». Папку «Web.Wallpaper». Ее сделали. Теперь приступим к интеграции драйверов. Зайдем в папку «Tools». И разархивируем программу «Driver Packs Base». Вкажем путь «Drivers». Нажмем «Извлечение». Теперь зайдем в каталог программы и запустим «Driver Packs Base». Первым делом мы скачаем необходимые нам архивы драйверов. Для этого нажмем «Update Checker». И напротив каждого драйвера Перейдем по ссылке для закачки данного архива. Пока скачиваете, я нажму на паузу. Скачали. Теперь перенесем наши архивы драйверов в папку «Drivers Packs». Переходим в каталог с программы. Заходим в «Drivers Packs». И размещаем наши архивы. Далее выполним проверку. Нажимаем на «Refresh». Видим, что все драйвера у нас последние. И теперь укажем каталог нашего дистрибутива. Нажимаем «Location Browse». Наш проект. Папка WinXP. Есть. Далее настраиваем нашу интеграцию. Заходим в «Settings». И раздел «Drivers Packs». Укажем необходимые нам драйвера. Нажимаем «Select All». Так как мы интегрируем все драйвера. Далее здесь ничего не меняем. Единственное, можно поменять «Other» в разделе «Other» установку панели управления для видеодрайверов. Теперь можем нажать «Sleep Stream» для интеграции наших драйверов в сборку. Пока идет процесс интеграции, нажму на паузу. Драйвера добавились успешно. Перейдем в «Inlight». Теперь создадим образ для проживания на CD. Выбираем режим «Create Image». И далее нажимаем «Создать ISO». Указываем путь, куда будем сохранять. Нажимаем «Сохранить». Запустился процесс создания. Пока нажму на паузу. Итак, получили мы наш образ. Теперь давайте его проверим. Перепроживаем на сам компакт-диск. Запустим установку VirtualBox. Здесь выбираем «Далее». В параметрах установки здесь оставляем все по умолчанию. Нажимаем «Далее». Далее. Здесь нас предупреждают, что отличится сетевая карта, так как создается свой сетевой адаптер. Зажимаем «Хорошо». И устанавливаем. Пока устанавливается, нажму на паузу. Есть. Установили. Сразу же запустим. И создадим наш виртуальный компьютер. Для этого нажимаем «Создать». Здесь нажимаем «Далее». Убираем версию нужной операционной системы. У нас Windows XP. Далее задаем имя виртуальному компьютеру. Идем далее. Оперативной памяти можно поставить побольше. Пускай будет 512. Идем далее. Здесь ничего не меняем. Далее. Далее. Здесь все по умолчанию. Здесь ничего не меняем. ОК. Создали. Да. Теперь укажем путь к нашему образу. Зайдем в свойства нашего виртуального компьютера. И в разделе «Носители» в пункте CD-ROM укажем наш образ. Нажимаем «Выбрать образ оптического диска». Переходим в место, где мы его сохранили. Нажимаем «Ок». И запускаем наш виртуальный компьютер. Запустилась установка, как и на реальном компьютере. Сейчас пройдемся по основным моментам. Здесь, видите, мы сразу указываем нужный нам логический диск на установку. Просто нажимаем «Enter». Выбираем фаловую систему. И началась установка с нашей системы. Пока выполняется весь процесс установки, нажму на паузу. Завершилась установка нашей сборки. Загрузилась наша система. Теперь выполним небольшую проверку проделанной работы. Здесь видим, установлены уже наши приложения. Установлена также тема оформления. Проверим, сели файлы, скопировались по заданным папкам. Заходим в диск «С». Папка «Install» скопировалась с реестром. Далее в папку «Windows» мы копировали звуки. Она находится в «Медиа». Здесь видим, что звуки скопировались. Далее проверим курсоры. Далее проверим курсоры. Курсоры тоже скопировались. Далее фоновые изображения «WebFullPaper». «WebFullPaper». Тоже есть. Проверим меню, как у нас настройки применились. Здесь видим, что находятся необходимые нам разделы. Отображаются так, как следует. Теперь, когда видим, что установка прошла гладко и в работе системы нас все устраивает, мы можем смело записывать этот образ на компакт-диск. Перейдем в «Enlight». И выбираем режим «Burn Image». Далее вставляем пустой диск в наш CD-ROM. И нажатием кнопки «Запись» выбираем наш образ. И прожигаем уже на компакт-диск. На этом курс закончен. Жду ваших отзывов, как у вас получилось сделать свою сборку. До встречи в следующих курсах. Пока.